И доброго времени суток, дорогие друзья, мы находимся на Хаттесе, у нас Агуша, как обычно, и сегодня я расскажу вам, как я ловил ЛСы. Ведь после реролла надо было их, естественно, менять, и сразу, к сожалению, не получилось сделать какие-то хорошие, поймать топовые ЛСы. И, надеюсь, сегодня нам в этом повезет. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчикер и подписываться на канал. Погнали! Кто сказал, что гномки не тащат? Милая внешность бывает обманчива, а те, кто не верили, уже получили по полной. Ощути всю мощь нового класса Творец Сияния в обновлении Линэдж 2. Итак, ну давайте пройдемся по последним успехам. Агуши, 111 левел взят, по очкам, по распределению я начал закидывать в Оракула, потому что здесь самая лучшая есть, так скажем, такая способность, область подбора предметов. И на сумме мне было приятно, когда был он прокачан на максимум, и я получал 35%. Это прям было здорово. Здесь же пока 15%, но надеюсь, что все в будущем докачается, и все я получу. Далее у нас по бусту прям никаких-то ярких изменений нет. Я ничего больше не покупал, не делал. Единственное, что да, я хожу в инсты постоянно, лутаю сундуки, наградные сверкающие. Пока только 105 инсты, потому что это лайтово, без каких-либо проблем. Но думаю, скоро уже буду начинать закрывать 110-е. Также, помимо того, что я вот хожу в инсты, у нас еще поставили камалоку, коробку окрестностей камалоки. Их я открою потом, в будущем, 12 дней еще все-таки туда можно ходить. И я думаю, что все вы пробовали вытаскивать золотую сферу, либо пушечку, но вот у меня, к сожалению, опыт золотой сферы закончился не особо хорошо. Поэтому, ну вот такие вот, собственно говоря, результаты печальные, можно сказать. И я, честно говоря, не понял вообще вот этого прикола, почему всего лишь один раз можно попробовать все это дело достать. У меня есть 4 миллиарда, у меня есть 5 коробок, а почему всего лишь один трай? То есть, кому-то повезло, кто-то попал 10%, получил итем, который, кроме как, на данный момент, за календарь подарков не забрать. А кто-то вот потом сидит и думает, где же этот итем взять. И также я еще ходил в Джамуа, как вы помните, у меня проблемы с ЛСами, они сейчас сохранились. Их сейчас очень много, да, и в брошке, и в диадеме, и в маске, в общем, везде. Там только, наверное, в браслете 6% здорово, и в книжке хоть 2% урона прекрасно. Но все-таки хотелось бы все это дело открыть и с вами все эти ЛСы загнать. Также, как вы обратили внимание, я уже стою в Кетре. Хоть не сказал бы, что прям вот лайтово и легко, иногда мобы просаживают, но на самом деле плащ плюс саппорт, они спасают. И что еще хотел добавить, что под расходкой, конечно, здесь качество совершенно другое. Я имею в виду, что намного легче, а все-таки та же самая роза, тот же самый дракон, который у нас добавляет и деф, и защиту от стихии, все-таки здесь это спасает. А вот, когда ты стоишь без расходки, можно сказать голеньким. Здесь, конечно, все печальней, потому что мобы очень больно загрызают. И, как вы видите, и то я стою с маношилдом. Если я вдруг его выключу, будет еще больней. Ну и, соответственно, если вдруг у меня ДПС прям сильно просаживается, то, конечно, мобы очень быстро сгрызают. И сразу скажу, мне много людей задают вопрос, как раз к этому вопросу. Вот можно сейчас вернуться, почему не стою на два спота, ведь так намного быстрее качаться можно. Да, это действительно так, но для того, чтобы стоять на два спота, нужна мышка с макросом. Я не хочу ей пользоваться, потому что для меня это неудобно. Я тогда полностью выкидываю компуктер и, можно сказать, им не пользуюсь. Поэтому, в принципе, мне все это дело просто неудобно. Итак, у нас получилось, ну, довольно-таки неплохое количество ЛСов. Теперь мне надо сделать самое главное, купить гемов. И давайте мы с вами эти все ЛСы протыкаем сейчас. Так, ну что, поехали. Конечно, приоритетом у нас является какая-нибудь рубашка. Давайте с нее и начнем, потому что ЛСы были ближе всего. И давайте посмотрим, что у нас здесь можно поймать интересного. На данный момент у меня сила крита макумения 8% стоит. Но хотелось бы повыше, чтобы этот был показатель. На сумме, если не ошибаюсь, у меня было 11%. Но вот здесь такой цифры я пока не видел. Единственное, что я видел, это все статы, например, там по плюс 1 или сколько-то, если я не путаю вообще ЛСы. Так, сила крита к макумения я почему-то подумал, что это 20%, но нет, к сожалению, всего лишь 2. 7% печально. И, кстати, здесь еще хорошо, что в этом ЛСе попалась еще защита стихии плюс 20. Это довольно-таки неплохо, я считаю. Так, физ умений 5%, понятно. Сила крита макумения 1%, ясно. Опять вот ловкость, выносливость, мудрость, дух. Да, все-таки, значит, я ловил все статы по плюс 1. Это был еще и красный ЛС. Я с ним какое-то время бегал, потом я уже поймал силу крита макумений. Ну, 9 ЛСов у нас остается, и пока, если честно, надежда покидает нас. 4% сила обычных критов, ХП-ЦП 7%, ясненько. Сила крита макумений 5%, но, как я понимаю, выловить что-то более 10, это прям действительно большая проблема. Ну, вот хотя сила крита обычных атак 9%, это иногда прям вылавливается. Ну, что ж, мы ничего не поймали, ясно. Едем дальше. Дальше у нас пусть будет маска. Хотя нет, давайте немножко пойдем не так. Давайте не будем маску, давайте вот браслет исключительного качества у нас. Здесь можно попробовать что-нибудь поймать, но здесь прям будет тяжело перебить, потому что все-таки 80 атаки от всей, атаки всех стихий. И еще из козерога 2% шанса макрита. И, честно говоря, я даже не знаю, что здесь можно поймать более интересное. Что меня бы, так скажем, удивило. Но давайте попробуем протыкать. И, кстати, по-моему, вот браслет, наверное, это одна из тех вещей, в котором я меньше всего видел количество красных ЛСов. Они, по-моему, здесь вообще не падают. И, к сожалению, либо я просто такой везучий, я уж не знаю. Шанс макрита 1%. И вот что делать, если я, например, поймаю шанс макрита 5%, а атаку стихии или защиту стихии будет там всего лишь 10 или плюс 10 защита всех стихий. Вот что делать тогда, я пока не решил. Буду думать, если вдруг что-нибудь интересное выпадет. Но пока интересного мы с вами ничего не видим. По-моему, здесь можно атаку стихии поймать аж сотню. И также защиту стихии аж сотню. Хотя не знаю, зачем мне столько атаки стихии. Возможно, мне это не сильно-то и нужно с третьей палкой. Но пока поймал, увидел, что это самое такое интересное из всего того, что есть. Как мы видим, также более 2% вообще ничего нет. То есть, либо вот маг атака 1%, вот шанс макрита 2%, но атака стихии 30, мало. Очень мало, но может быть хоть какой-то красный ЛС где-нибудь попадет. Хотя я думаю, что для того, чтобы поймать 100% красный ЛС, достаточно просто взять и пойти ловить ЛС и в брошь. Намного проще. Бонусы энергии здесь падают абсолютно бесполезные. Но и последний ЛС у нас здесь атака стихии. Понятно, всего лишь 30, так что не надо. Я точно скинул уже, да? Вроде точно, да. Итак, ну поехали дальше. Что у нас здесь дальше? Книжка артефактов. Книжка артефактов. У нас здесь вообще урон 2%, сила маг крита 2%. Тут не знаю, как это так же перебить. Получится ли это сделать. Но я, по-моему, ловил 5% урона или минус 5%. Урон 2%, маг атака 2%. Ну почти хорошо, кстати. Почти прям то, что надо. Только, к сожалению, циферки поменьше. Атака стихии 20%, ясно. Атака стихии... Ну такое себе. Все пока прям вот печальное. И пока что-то я не вижу, чтобы что-то вот интересное хотя бы было. Заметили? Уже ловим в третий итем довольно-таки немалое количество ЛСов. И все равно падает что-то прям отвратительное. И ничего интересного мы не видим. Атака стихии маг защита, бонус опыта. Вот действительно же ничего красного-то нет. Вот вообще абсолютно все вот неинтересно. Урон, физзащита. Ну хотя бы уж процентов больше было бы ради приличия какого-то атака стихии. Опять у нас ненужная конкретно в этом итеме. И остается 2 ЛСа защита. И последний ЛС у нас атака стихии 40. Понятно. Ну и теперь, я не знаю, давайте браслет. Ну давайте уж, если мы все те протыкали итемы, в которых хоть что-то было нужное, давайте вот и закончим на браслете. Здесь у меня мощность маг-умений 6%. На сумме, если не ошибаюсь, было 7%. Может быть здесь повезет больше и достанем 7 или выше процентов. Если вообще его здесь, кстати, можно достать. Да, можно 10 достать. Так что целых 4% мне кто-то должен. Игра, давай мне 10% и мы разойдемся. Еще желательно минус 5% получаем урона верхним слотом. И я буду вообще самым счастливым человеком на земле. Никогда не расстанусь с этим браслетом. Но пока только выносливость и какие-то слишком маленькие показатели. Физмаг атака 5%, понятно. Сопротивление всем видом оружия. А будет что-то красное сегодня? Вот 7% физмаг атака. Ну не то же, еще и дух плюс 3. Вот, ну не то, что нужно. Что-нибудь бы поинтереснее. Ну, кстати, физзащита 3% тоже было бы неплохо, но нижний показатель был слишком маленький. Физзащита 4%, да. Сопротивление всем видом оружия 2%. Ну, короче, классно, классно. Прям смотрю и душа радуется, что такие замечательные ЛСы там у нас попадаются сегодня. Видимо, действительно не мой день. Итак, маска. 28 ЛСов в маску. Погнали. Сколько уже адены, правда, спулил, даже не хочется считать. В маску на сумме, кстати, тоже очень сильно повезло. Там буквально со второго или с третьего ЛСы я выбил, не знаю, сила крита у нас здесь есть. Да, то ли силу крита 5%, то ли мощность маг-умений 5%. Ну, в общем, все это было прям очень быстро. Ну, скорость плюс 3, не знаю, насколько сильно мне это надо. Короче, очень сильно повезло. Я вот заметил, что на сумме я этого не ценил, когда ловил ЛСы, потому что действительно было все очень легко. Что в брошку, что... Ну, в диадему, ладно, в диадему помучился немножко, но вот в брошку, в браслет это было прям легчайшее ЛСы. И здесь же пока, как мы видим, все на гуше очень плохо. Может быть, игра меня к чему-то готовит. Может быть, сейчас какая-нибудь ближайшая акция, выбью себе третью пуху и такой посижу, скажу, та, погнали обратно на 40, чего уж нет-то. Ну что, сила физкрита 1%, 11 ЛСов у нас остается. Гемы, кстати, улетают. Адена также улетает. И ничего интересного мы пока с вами не видим. Атака стихии плюс 10. Волшебный ЛС. Сопротивление. Волшебно. Мощность физумений 4%. Да, понимаю, понимаю. Самое печальное то, что вот в эту маску я ловлю, я же ее потом все равно когда-то поменяю на сияние. А вот кто мне вернет Адену-то? Никто, правильно. Итак, последний ЛС и у нас здесь мощность физумений 4%. Огромное спасибо, игра. Огромное спасибо на то, что я держу в руках лук. Не делает меня каким-то, каким-то физиком. Ну что, поехали. Поехали теперь. 30, кстати, здесь надо гемов. Так что давайте, наверное, сейчас сразу еще полечу, куплю гемов. Потому что гемов мне не хватит. Что-то я забыл совсем, что у нас в брошку идет большее количество. Итак, гемы прилетели. Погнали. Давайте надеяться, что может в брошку хоть будет что-то. Ну, тут в брошку я хотя бы как хотел красных ЛСов. Я сейчас на них обязательно посмотрю. Вот физатака 1%. Тоже красный ЛС. Макс ХП 2%. Ну, замечательно. Бонус энергии 1%. Волшебно. При использовании синего кошачьего глаза четвертого уровня и выше мощность Маку менее 5%. Ну, наконец-то. Вот так вы поняли, кстати, что я еще и максимум МП поймал. 1800. Не знаю, конечно, зачем оно мне. Лучше бы было какая-нибудь там физзащита, либо ХП, либо Инта, или Мудрость. Ну, ладно. Чего я вот это вот выпендрюсь? Ну, короче, мы с вами закрыли наконец-таки брошь. Хотя бы это. Хоть здесь. Повезло еще и два красных ЛСа. И теперь мы с вами, кстати, не знаю, зачем я столько гемов купил. Надо было потыкать, а потом лететь. Но, честно говоря, я просто перестал верить в чудеса и поэтому отправил гнома. Ладно, поехали. Теперь осталась диадема. Самая тоже страшная, самая нелюбимая. Я в эту диадему уже на этом чаре ловил, если не ошибаюсь, урон в ПВП или что-то такое. Ну, короче, тоже красный ЛС и урон в ПВП. В общем, да, было такое. Но 5% ПВУ урона поймать, тем более на сумме, это было довольно тяжело. Сделать. Я не помню, сколько ЛСов сюда ушло. Но, по-моему, порядка 200 у меня было. И я ловил минус 5% урона в ПВЕ. Даже потом думал, что надо было его оставить, потому что руки опускались. А ЛС все не ловился. Но потом как-то вот 5% урона поймал. Здесь же... А вот и он! А вот и он! Замечательно! Вот наныл называется. Ну, слушайте, я доволен. Я полностью доволен. Урон в ПВЕ 5% пойман. В брошку также, наконец-то, нормальный ЛС пойман. Замечательно! У нас осталась только, к сожалению, дырявая рубаха. Тут ничего не скажешь. Ну, и все остальное. Здесь хотелось бы ЛСов повыше бы поймать. Но я не знаю, насколько это реально. Пишите в комментариях. Будет интересно почитать, что вы думаете. Потому что, ну, в книжку хотелось бы 5% урона, либо 5% силы маг крита. Я думаю, что это будет лучше, чем в совокупности. Суммарно 2% урона и 2% силы крита. Здесь я также не знаю, что у нас браслет 7. И не надо будет вообще его дотачивать. Потому что он у меня пока единственный третий. Ну, и по браслету тоже, к сожалению, не знаю, насколько сложно попасть в эти проценты. А рубашку однозначно буду тыкать. Это прям вообще никаких вопросов нет. Я вообще надеюсь, что когда-нибудь мы тоже увидим красные ЛС рубашки. Которые будут говорить о том, что мы поймали с вами силу крита маг умений 15%. И там, по-моему, еще мощность умений 3%. Но, в любом случае, диадему закрыли. Брошь закрыли. Восхитительно. Хоть здесь повезло. И вот такой вот получился ролик. Надеюсь, он вам понравился. Закрыл для себя 2 ЛС. И я на самом деле доволен, надеюсь, в будущем закроем остальные. И в любом случае, буст растет. Даже вот такими вот не сильно большими темпами. А конкретно исходя из того, что у нас сейчас есть. И то, что можно прям нафармить в игре без каких-либо проблем. Просто ходя в лагерь Джамоа каждый день. Надеюсь, вы не забыли поставить пальчик вверх. Подписались на канал, если вы здесь впервые. Также помните, что у меня есть в описании ссылка на телеграм-канал. Там проходят дополнительные розыгрыши. И выходят все анонсы. А также в описании есть ссылочки с бонусами. Если захотели проводить версию мейн. Или вам по душе больше эссенс или легоси. То переходите по ссылке, регистрируйте новый аккаунт. И получайте дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Ну а с вами был Душа Молодой. Желаем всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного. Кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте.